МАЗДОВСКИЙ ТРЕШЕК МАЗДОВСКИЙ ТРЕШЕК МАЗДОВСКИЙ ТРЕШЕК МАЗДОВСКИЙ ТРЕШЕК МАЗДОВСКИЙ ТРЕШЕК МАЗДОВСКИЙ ТРЕШЕК Здравствуйте! Чуть больше 3 миллионов 600 тысяч МАЗДОВСКИЙ ТРЕШЕК было продано за 10 лет с момента выхода на мировую арену первого поколения этого популярного С-класса. И даже в самой МАЗДЕ в 2003 году никто не мог предположить, что данный автомобиль станет не только лидером продаж на три бренда, но и очень успешным коммерческим проектом на глобальных рынках. При разработке третьего поколения маркетологи МАЗДОВСКИЙ ТРЕШЕК учитывать текущее положение дел на мировом рынке, на котором безмятежность их продукта серьезно потревожена усилением конкурентной оппозиции со стороны не только, конечно же, немецких производителей в первую очередь, но и корейских. И вот настал момент изучить и попробовать техномаркетинговый инструментарий, при помощи которого МАЗДЕ намерено удержать электорат данной модели и привлечь нового покупателя. Два прежних поколения МАЗДЕ ТРИ сочетали в себе очень важные качества, которые способствовали успеху их продаж на российском рынке. Во-первых, универсальный дизайн, в котором взвешиво сочетались изящные азиатские мотивы и фундаментальная европейская основательность. Во-вторых, два кузовных исполнения – хэтчбэк для молодежи и седан для всех остальных категорий покупателей. В-третьих, достаточно разнообразный перечень силовых установок и очень гибкая вариативность их сочетания с двумя типами коробок передач. Ну и в-четвертых, конечно же, цена, которая была очень привлекательной за автомобиль в базовой комплектации. В первом поколении были доступны бензиновые моторы объемом 1,6 мощностью 105 л.с., двухлитровой с отдачей в 150 л.с. и даже чуть менее распространенной 2,3 мощностью 156 л.с., а в горячей турбо версии МПС – развивающей уже 260 огненных жеребцов. В 2009 году на смену успешной первой серии пришла вторая, под капотом которой остались прежние моторы, за исключением 156-сильного 2,3. Все они стали чуть более экономичными и экологичными, а двухлитровый мотор начал сочетаться с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Это может показаться странным, но бензиновый мотор образца 2003 года объемом 1,6 мощностью 104 л.с., сочетаемый с шестиступенчатой механической коробкой передач или четырехступенчатым автоматом, будет по-прежнему доступен российскому покупателю. И именно с ним на новую Мазду 3 в кузове хэтчбек и седан будут самые привлекательные ценники. Между прочим, маркетологи российского представительства Мазда будто намеренно привнесли информационный хаос в ТТХ мотора объемом 1,6. Его силовая отдача всегда равнялась 105 л.с., а теперь почему-то 104. Так что я никоим образом информацию не искажаю. Чуть более быстрая и экономичная версия оснащается 120-сильным двигателем объемом 1,5, построенным по технологии SkyActiv. Причем, помимо того, что степень сжатия этого мотора и так находятся на невероятной отметке 14 к 1, так его еще и форсировали, подняв мощность со стандартных 100 л.с. до 120. Крутящий момент равен 150 ньютон-метрам, развиваемым при 4000 оборотах в минуту. На разгон до 100 км автомобиль с таким технологичным сердцем вкупе с шестиступенчатой автоматической трансмиссией требуется 11,7 секунды. Максимальная скорость заявлена на отметке 186 км в час, а средний расход топлива в смешанном цикле как 5,7 и 0,8 литра на 100 км пути. Базовая стоимость такой трешки 790 тысяч рублей. С прежним, но теперь 104-сильным мотором объемом 1,6 и механической коробкой передач 700 тысяч. С автоматической трансмиссией за эту же версию уже 735 тысяч рублей. Самой доступной же модификацией является седан в комплектации Drive, цена на который с мотором 1,6 и механической коробкой передач начинается от 645 тысяч рублей, что на 9 тысяч дешевле аналогичного силового тандема в такой же упаковке второго поколения Mazda 3. Кстати, несмотря на, казалось бы, подавляющее количество на дорогах 3-х маст с кузовом хэтчбэк, статистика продаж неумолимо говорит о наибольшей реализации именно седанов. Так что альянс мотора и коробки, а также цены образования на такую версию имеют абсолютно понятную маркетинговую установку на российском рынке быть привлекательнее цен на седаны конкурентов. Например, с двигателями аналогичного объема и механическими коробками передач Opel Astra стоит от 674 тысяч 900 рублей. Kia Cerato стартует с отметки в 669 тысяч 900 рублей, а Hyundai Elantra уже в 699 тысяч рублей. За эту же сумму предлагается новая Toyota Corolla. Здесь преимущества ценовой политики Mazda совершенно очевидны. Зато совсем другая картина, если сравнить ценники хэтчбэков этих производителей. Минимальная стоимость 104-х сильной Mazda 3 700 тысяч рублей. Стоимость 100-сильной версии Kia Ceed с мотором 1.4 599 тысяч 900 рублей. И 649 тысяч рублей за аналогичный технический альянс в недрах модели Hyundai i30. И даже с более мощными 130-сильными двигателями объемом 1.6 Hyundai i30 стоит 679 тысяч рублей, а Kia Ceed и вовсе 649 тысяч 900 рублей. Что с точки зрения доступности делает их более привлекательными для потребителя. И даже законодатель и икона C-класса Volkswagen Golf доступен за более приемлемые 633 тысячи 900 рублей. Правда, с 85-сильным турбомотором объемом 1.2 и балкой в задней подвеске. Казалось бы, даже это сложно отнести к очевидным минусам. Но, лишь до момента встречи с новой Mazda 3, которая в сравнении с конкурентами является абсолютно новым продуктом на российском рынке. И на сегодняшний день это одно из важнейших преимуществ данного автомобиля. А еще в числе важных отличий от корейских конкурентов значится двухлитровый бензиновый мотор Sky Active мощностью 150 лошадиных сил. Его мощность, в отличие от полуторалитрового мотора, уже наоборот, дефорсирована. Было 165 лошадок доступных в западноевропейских версиях, а стало 150 сил. Привлекательных, учитывая аппетиты российского налогообложения. Правда, ценник на такую энергичную версию довольно кусачий. 950 тысяч рублей за седан и 960 тысяч за хэтчбэк. И уж тем более, в сравнении с большой и более престижной шестеркой, которая с таким же 150-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, доступна за 949 тысяч рублей. Правда, по уровню оснащения она не способна предложить и четверти из того ассортимента опций, которые станут доступными владельцам топовых версий Mazda 3 в комплектации с Юприм. ТТХ мотор абсолютно идентичный, а вот динамические характеристики младшей модели имеют уже другие показатели. При тех же 2 литрах рабочего объема и 150 лошадиных силах, крутящий момент в 210 ньютон-метров развивается при 4000 оборотах в минуту. Первую сотню по спидометру автомобиль преодолевает за 9 секунд с возможностью достижения максимального скоростного рубежа на отметке 210 км в час. Средний расход топлива в смешанном цикле по паспортным данным не должен превышать 6,2 литра на 100 км пути. Прежде чем перейти к оценке ездовых характеристик данного автомобиля, давайте рассмотрим его с точки зрения семейного транспортного средства на каждый день. Переднее кресло отрегулировано под мой рост, и открыв дверь кажется, что воздуха сзади него не так и много, но это визуальный обман. Я с легкостью сел, пространства достаточно для ступней, в коленях его тоже с избытком, к тому же под обшивкой спинок есть еще дополнительный запас воздуха. Из-за покаты архитектуры кузова в задней части я думал, что буду касаться головой потолка, но до обшивки порядка 3-5 см. Подогрева в кресел нет, и нет дефлекторов для подачи теплого воздуха в заднюю часть салона. Из каких-то удобств есть в дверях емкости для напитков, и откидной подлокотник с двумя подстаканниками. С точки зрения архитектурной идеологии оформления передней панели, Mazda 3 максимально близка к старшей шестой серии. По сути, отличия в нюансах, которые создают атмосферу лишь чуть большей спортивности в рамках одинаковой художественной тональности. Ощущение цены – это важное качество последних Maz. Серьезно подтянув уровень глобального подхода к оформлению командного модуля, изменилась не только стилистика, но и материалы. Верхняя часть панели поддается нажатию пальца, а эта особенность для многих россиян значит гораздо больше, чем наличие того же круиз-контроля. Рулевое колесо точно такое же, как у Mazda CX-5 из шестой серии. Единственное, у этой версии трешки на двух ступицах присутствуют имиджевые накладки под карбон. Если приглядеться во всех подвижных элементах, таких как кнопочки под рулевые переключатели и крутящиеся колесики управления, например, климатической установкой, можно увидеть модельную унификацию. Но есть и некоторые решения, а также опции, у которых нет статуса подражания. Например, 7-дюймовый экран мультимедийной системы на центральной консоли, который напоминает съемный планшет, и автоматически откидной проекционный экран между козырьком щитка приборов и лобовым стеклом. У меня очень двоякие ощущения. С одной стороны, я понимаю, что в салоне этого автомобиля не хватает ряда премиальных решений. Ну, например, из четырех кнопок управления электростеклоподъемниками только кнопка, ответственная за стекло водителя, имеет функцию авто. Ну, это ладно, для японских автомобилей это нормально, но и только она имеет подсветку. С другой стороны, есть контроллер, с помощью которого можно управлять мультимедийной системой с очень богатым интерфейсом. Вот такого решения не встретить ни в Volkswagen Golf, ни в Opel Astra и уж тем более не в корейских одноклассников. Вот так вот Mazda здорово играет на эмоциях потребителя. И Mazda, опять же, очень красиво в кавычках застряла между сливками и молоком премиального и непремиального C-класса. Удобство посадки в кресле, эргономика рабочих органов и архитектура передней панели создают очень драйвовое настроение. И меня так и подмывает, вот, от случая к случаю увеличивать подачу топлива и наслаждаться реакциями силового тандема. И, знаете, третья Mazda с двухлитровым 150-сильным мотором очень даже живая. И, я думаю, вряд ли владельцам даст повод задуматься о двух с половиной литровом моторе, как это было в случае с шестой серией Mazda. А еще автомобиль неожиданно комфортный по части плавности хода, несмотря на низкопрофильную зимнюю нешипованную резину на дисках 18-го диаметра. Теперь в настройках ходовой части преобладает разумный баланс спортивности и повседневной эластичности. Признаюсь, я мучительно в течение двух дней тестов в Сербии прислушивался к своим внутренним ощущениям. Если бы не характеристики дорог, максимально приближенной к российским, возможно, я так и не смог бы окончательно расстаться со всеми противоречиями, которые во мне боролись. Даже из двухлитрового мотора Mazda 3 невзрывная, особенно на прямых участках дорог. И в то же время она так и подстегивает ездить цыганьком. Особенно на извилистых отрезках, где в поворотах можно упиваться точными реакциями колес на команды рулем и способностью автомобиля цепляться за дорогу. И самое главное, это, конечно, комфортная и дорогая атмосфера интерьера. И в этом аспекте Mazda 3 сделала очень прогрессивный и заметный шаг в сравнении со своими главными конкурентами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова